Возможно, вы у нас не были, но вы точно о нас слышали. Меня зовут Настя, я шеф-бариста. Меня зовут Айрат, и я бариста-технолог. Меня зовут Настя, я бариста и контент-менеджер. Ну а пока ребята начнут делать небольшие приготовления, я расскажу вам о нашем проекте. Нам почти три года, и за это время мы открыли две небольшие кофейни и обжарочное производство, что позволило нам уделять больше внимания обжарке и выбору кофе. Мы не стоим на месте, растем и строим большие планы на будущее. А почему нефть? Мы долго думали над названием проекта и пришли к выводу, что это яркое и запоминающееся название, вызывающее интерес и, конечно, отсылающее к черному кофе. Ключевой принцип нашей кофейни – это гастрономический подход. Сервис строится на дружеском и нестандартном общении. Подход к каждому гостю индивидуален, что создает доброжелательную атмосферу и помогает выбрать свой кофе. Помимо классических напитков, в нашем меню есть сезонно-авторские. Работая над ними, мы большое внимание уделяем вкусу, при этом не забываем о подаче. Мы подбираем посуду так, чтобы подчеркнуть вкус и аромат напитка и сделать его максимально удобным для гостя. Что ж, в жизни нашего проекта этим летом произошло большое событие, которое вдохновило нас на ту концепцию, которую сейчас мы вам и представим. Совсем недавно в Мстердаме прошел мировой чемпионат Бориста, и нам посчастливилось на нем побывать. Мы уверены, это событие вдохновило каждого, кто там был. Многие знают, что Нидерланды – это родина великого художника Ван Гога. И, конечно, нельзя было упустить возможность посетить знаменитый музей его имени. Во время экскурсии мы знакомились с творчеством и некоторыми моментами жизни художника. И нас осенило. Если бы проект «Нефть» был человеком, это был бы Ван Гог. И сейчас я вам объясню, почему. Он был невероятно талантливой и эпатажной личностью, вдохновляющей не только нас, но и весь мир. Его творчество по душе далеко не всем, так же, как и наше. Возможно, вы видели наши социальные сети или наш мерч. Не все понимают наш стиль и концепцию, но те, кто понимают, очень любят и ценят. Ван Гог шел по жизни с одним желанием – быть полезным простым людям. Это в каком-то смысле и девиз нефти. Мы очень просты в общении с гостями, не жалуем офицос, и даже названия напитков придумываем смешные и простые. Ван Гог литрами пил кофе, чтобы работать сутками напролет. И от этого отчасти сошел с ума. И мы тоже, уважаемые судьи, пьем кофе литрами. Сошли ли мы с ума? Скажите вы нам по итогу нашего выступления. Художник рисовал свои картины быстро. Ему не требовалось много времени для того, чтобы передать нужную атмосферу. Ну что ж, а сейчас я вас совсем ненадолго покину. А Настя расскажет вам о нашем кофе. Итак, наши авторские напитки мы будем готовить на кофе и депиопии. Станция обработки гуджи, регион, аромия. Высота произрастания кофе – 2000 метров, что позволяет ягодям созревать дольше в разряженном воздухе и прохладе. Так ягода вбирается больше сахара. Сам кофе растет на глинистой почве, а в регионе часто бывают засухи. Поэтому зачастую наш кофе обрабатывается натуральным методом. Это сочный и яркий кофе с потом и округлым телом. Забыла вам сказать, что после сбора ягоды тщательно перебирают, отбирают только спелые ягоды. Далее их сушим на африканских кроватях с постоянным перемешиванием для лучшей циркуляции воздуха. Так, наш кофе в бутейте вкусно будет персик, лимон, черный чай и карамель. Для холодного аппетита мы пожарили кофе под эспрессо, а для горячего – под альтернативу, чтобы максимально раскрыть потенциал вкуса кофе с разных сторон. Мы пожарили этот кофе 14 дней назад, так что сейчас он находится на пике своего вкуса. Ну а раз, ты готов рассказать про это приготовление? Да. Здорово. Итак, когда мы начали изучать биографию художника, мы наткнулись на множество интересных фактов. Один из них – это то, что любимым напитком Ван Гога был абсент, употребление которого он себя не ограничивал. Мы решили сделать его более безопасную для здоровья и для окружающих вариацию, и представляю вам наш авторский напиток – пьяное ухо. Почему такое название? Существует легенда, что однажды, напившись абсента на пару со своим другом, Винсент с ним повздорил и в порыве гнева отрезал себе часть уха. Ну а пьяное, потому что во вкусе напитка есть алкогольные ноты. Мы приготовили 4 шота эспрессо по рецепту, 17 грамм кофе на входе и 30 граммов на выходе. Предварительно, во время подготовки, мы поставили холдеры охлаждаться для того, чтобы сделать тело эспрессо более гладким. Далее, в питчеры, в которые мы готовили эспрессо, мы добавили 12 грамм фруктозы и полтора грамма аниса. Фруктоза подчеркнет сладость и тело нашего напитка, но анис придаст ему вкус и аромат, столь характерный для абсента. Параллельно, пока готовился эспрессо, я поставил завариваться ромашку, используя 2,5 грамма сушеной ромашки, 50 грамм воды и настаивал минуту 30 секунд. На выходе мы получили 40 грамм и добавили их в напиток. Ромашка очень хорошо связывает ингредиенты между собой и делает вкус более однородным. Наш напиток будет состоять из двух слоев. Первый слой – это эспрессо с фруктозой, анисом и ромашкой, а второй слой будет состоять из отвара фейхоа. Мы решили разделить напиток на два слоя, так как мы хотели сделать его более освежающим, но при этом не разбавить основной вкус. Поэтому мы сделали его в два слоя. Отвар из фейхоа мы приготовили заранее вчера вечером, используя 100 грамм сока фейхоа, 2 грамма агар-агара и 1 грамм ксантановой камеди. Мы его приготовили заранее, потому что его следовало основательно охладить, чтобы у нас получилась однородная, плотная и стойкая пена. Так как в холодных напитках аромат не ярко выражен, мы сбрызгиваем напиток спреем из настоя фенхеля и аниса. Ой, извините, из настоя аниса. Настой мы тоже приготовили заранее, используя 50 грамм аниса, 250 грамм воды и настаивали в течение суток. Ну а для подачи мы выбрали рюмки, потому что обычно в такой посуде подают абсент. Итак, уважаемые студии, сейчас мы перенесем вас конец 19 века в любимый бар Вингтон Таван Гога, который находился прямо на первом этаже его дома. Представьте, что вы его близкое окружение. В аромате нашего напитка вы почувствуете анис, в бакете анис, темный шоколад, ромашка и персик, также земляника. Тело будет средним, текстура сладкая, послевкусие продолжительная. Если вы что-то не успели записать, мы сделали карточки с подробным описанием вкусов ингредиентов. Вы знали, что этот горячий напиток имеет свойство исказать световое зрение, что носит некоторую язву и любовь художника к желтому цвету. И для полного погружения в атмосферу мы предлагаем вам надеть здесь очки и снять их, как только вы продегустируете напиток. Так что можете уже надевать. Так как мы используем спрей, вы можете оценить аромат напитка. И, пожалуйста, пробуйте напиток в два глотка, чтобы захватить пену и тело. Все, спасибо. Аплодисменты! Команда «Нефть» город Казань! Также мы сделали карточки. Я хочу напомнить, и открытки с нашими пожеланиями, которые вы можете забрать с собой. В жизни нашей кофейни большую роль играет творчество. Мы поддерживаем современных художников, и картины сядут в «Нефть» и постоянно обновляются. Вдохновением для второго авторского написка нам стала известна картина Ван Гога «Звездная ночь». Мы были под таким большим впечатлением, что нам захотелось принести все оттенки и краски этой картины в чашку кофе. А вы когда-нибудь пробовали картину на вкус? Сейчас вам предстоит такая возможность. Мы предлагаем вам провести с собой небольшой эксперимент и пронаблюдать, как зрительное восприятие отражается на наших вкусовых ощущениях. Но напиток наш будет называться «Неспокойная ночь», так как художник писал эту картину ночью. «Неспокойный период в своей жизни», находясь в психиатрической больнице. Ну а Настя расскажет вам про рецепт и приготовление. Что ж, для нашего горячего авторского мы решили использовать кофе, приготовленный методом лунга. Чтобы сделать напиток плотным и кофейным, нам понадобится два шота. Рецепт одного шота, 15 грамм кофе на обходе и 150 грамм на выходе. Также нам понадобится 60 грамм кордела из голубики, который мы приготовили за сутки до выступления, используя пропорции. 150 грамм свежевыжатого сока голубики, 50 грамм сахара мускавада. Варили все в течение 15 минут, а затем охладили. Кордела придаст сладость и тельность. Также здесь сейчас я приготовила 12 грамм свежевыжатого сока инжирового персика. Айрат хорошо смешивает все ингредиенты с кофе и фильтрует через сито, чтобы напиток имел чистый и гармоничный вкус. Температура будет примерно 50 градусов. Именно при такой температуре вкус раскрывается наилучшим образом. Мы выбрали винный бокал для подачи, потому что они отлично подчеркивают тело и аромат напитка. Что ж, и вот перед вами белое полотно. Как перед Ван Гогом. Мы выделили три основных цвета картины «Звездная ночь» и как художники перенесли их в напиток. Итак, темный — это кофе и сахар мускава, да? Синий — голубенька. А желтые оттенки персика. Пробовать напиток, состоящий из разных ингредиентов, и при этом чувствовать новый вкус, можно сравнить с тем, как мы смотрим на картину, состоящую из разных цветов, и видим целое произведение. Итак, в аромате вы почувствуете цветочный мед и курагу, во вкусе светлая курага и чернослив, а также черный чай с лимоном. Тело будет легкое, а текстура чайная. После вкуса продолжительная. Пожалуйста, перед тем, как пробовать напиток, оцените его аромат. Ну, а особых рекомендаций к употреблению нет, просто наслаждайтесь напитками. Что ж, напиток для вас, пожалуйста. Напиток для вас, пожалуйста. И напиток для вас, пожалуйста. Секундочку. Еще, конечно же, наши замечательные подставки, которые прекрасно передают характер нашего напитка. Для вашего удобства, для горячего авторского у нас также есть карточки с подробным описанием приготовления рецептуры. И также наши открытки с пожеланиями. Пожалуйста. Пожалуйста. Что ж, природа людей такова, что нам всегда интересно все вызывающее и в какой-то степени эпатажное. Взяв за основу жизни и творчества Ван Гога, мы хотели показать, что неважно о ком или о чем идет речь, важно то, насколько нестандартно и креативно ты подходишь к делу. И мы, развивая кофейную культуру, руководствуемся именно этим принципом в отношении такого сложного и интересного продукта, как кофе. За почти три года существования проекта у нас сформировалась большая и дружная команда, в которой каждый занимается тем, чем ему нравится и то, в чем он может преуспеть. Я Шау Бористо. Мне нравится заниматься обучением, проводить тренинги и различные мастер-классы. Я Бористо-технолог. Я занимаюсь созданием новых авторских, которые мы обновляем каждый сезон. Ну а я, как контент-менеджер, считаю, что социальные сети играют немаловажную роль в развитии нашего проекта. Мы искренне верим в то, что именно люди создают нужную атмосферу, и что командная работа – это залог успешного развития кофейни. Мы любим свою работу, ведь профессия Бористо очень многогранна. Это возможность не только работать за стойкой, но также путешествовать, общаться с новыми людьми и обмениваться опытом. Уважаемые судьи, спасибо вам большое за внимание. Мы рады открывать этот чемпионат. Время. И бурные, бурные аплодисменты команда «Нефть», город Казань. Пятый юбилейный сезон Russian Coffee Cup. Этап презентации кофейни и просто очень эпичный такой, эпичная концовка. Ребят, давайте пять. Это было круто. Я даже так заслушался и думал, как бы не пропустить концовку. Круто. Это было круто. Реально круто. Это было круто.